Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Две передачи к ряду. Мы уже с вами поговорили о таком феномене, как секта, сектанство. В прошлой передаче мы поговорили об особом виде сектанского сознания. Действительно, в определенный момент человек в какой-то момент отказывается от своего «я», признает себя слабым в принятии решений, ищет группу людей или конкретного лидера, который принимал бы за него решение, который бы им руководил, и вся ответственность могла бы быть списана на него и не приписана себе. Очень важные разговоры мы провели, и сегодня мы продолжаем вот этот вот цикл встреч, бесед, посвященный феномену сектанства с нашим экспертом, социальным психологом Михаилом Валерьевичем Вершининым. Здравствуйте, Михаил Валерьевич. Сегодня я бы хотел посвятить наш разговор проблеме современного сектанства, потому что традиционно, когда мы говорим слово «секта», у нас всплывают определенные названия. Те, кто, может быть, читают учебник сектоведения какой-нибудь традиционный, открывают, и вот они там оттуда пошли. Неопротестантские, неохристианские псевдокульты, неоиндуистские, буддистские, и вот со всей их деятельностью. Мы знаем, что, в общем-то, как любое явление, сектанство, оно тоже расширяется, оно какие-то ищет новые выходы за границы, и в то же время оно реагирует, это явление реагирует на запросы человека. То есть, если, скажем, в годах 90-х в нашей стране, когда открыт был железный занавес, когда вдруг разрешено было думать о том, о чем до этого думать было запрещено, да, о смысле жизни, начался активный поиск Бога, поиск какой-то вечной истины, духовной жизни, и не только традиционной религии, но и как раз псевдокульты, псевдохристианские культы, псевдоиндуистские культы тоже начали отвечать на эти вопросы, то вот каков запрос у современного человека, на какой запрос сейчас отвечают, ну, те, кто хотят нажиться, обогатиться за чужой счет? Ну, тут важно понять, что современные культы, они как бы присутствуют в двух категориях, да, очень большие корпорации, которые имеют там сотни филиалов там по всему миру и работают, то есть это как бы огромный бизнес корпораций, и небольшие группы, которые существуют вокруг там одного авторитарного лидера, вот, и там, и там в основном это бизнес, вот. Крупным этим корпорациям у них есть идеология, история, сложившись, им тяжело меняться, и они вынуждены соблюдать там определенные там вывески, им тяжело внедрять новые услуги, но при этом они стараются идти ногу со временем. А вот эти небольшие группы, они легко трансформируются, там, популярны сейчас занятия йогой, будем использовать йогу, то есть они берут все, что пользуется спросом, эти элементы, смешивают их со своей идеологией, со своими курсами, со своими псевдотренингами и предлагают вам этот набор. Соответственно, вы смотрите, да, здесь вроде бы есть и нормальные, и новые какие-то, я схожу, попробую. А многие используют технологии продаж из бизнеса, там, например, у саентологов, когда вы заканчиваете их очередной курс, в этот же день, если вы закажете новый, вы получите скидку на следующий. И вот у вас там два часа после окончания этого курса есть, чтобы заказать следующий. То есть, получается, на такую потребительскую сферу давят. Желание сэкономить. Вот, например, мы опять говорили про психокульт Вайспринк в прошлых передачах. Вот, можно сегодня как раз о ней поподробнее, да. Да, там у меня были случаи, когда люди не могли принять решение перестать туда ходить, но понимали, что у них проблемы. Там, у меня был клиент, он там начинал дома голый бегать вокруг компьютера. То есть, ну, он понимает, что у него проблемы с психикой от нахождения в этом психокульте. Ему надо идти на следующий курс. А в чем вообще суть? Потому что я готов поспорить для большинства... Ну, Вайспринк — это определенная идеология, технология, которая пришла нам с Запада, которая мимикрирует под психологические тренинги, и называют это тренинги личностного роста, они называют. Вот. И они формируют группу последователей, где вы туда попадаете два дня, у них базовый курс, лидерский курс, продвинутый курс под такими названиями, где из вас там за два дня делают стопроцентного последователя данный... А они реально дают этот рост? Они реально дают какое-то... Они дают вам ощущение, что вы стали лучше, они вам дают, что весь мир перед вами. То есть... Ну, это же всего лишь ощущение. Вот так, чтобы человек, например, вчера был дворником, а сегодня уже какой-нибудь бизнесмен крупной какой-нибудь фирмы. Ну, вы когда туда записываетесь, они просят вас заполнить анкету. В анкете специально объясняют, запишите самую сумасшедшую идею, какую вы считаете. И мы вам обещаем, что вы сможете достигнуть. То есть я вот видел анкеты, где человек работал, например, собирал шкафы, там, и писал, что у него там зарплата будет 10 тысяч долларов через 4 месяца, если... То есть... И он считал это... Его уверяли, что пройдя вот первые курсы, ты сможешь этого достигнуть. Ну, это постоянно используются эти вещи. Ну, вот он проходит первые курсы, ничего не... А дальше во время курса его новые цели ставят, подменяют, измени себя, там, стань лучше. Там технологии эти отработаны. А в культах начинают использовать... Они обмениваются, складываются как-то нововведениями. Один культ придумал какие-то фишки, другой начинает их тоже использовать. То есть они внедряют... Там, около школ стоять и собирать деньги на развитие школы. Вы идете, смотрите, ага, стоит там человек, который выглядит, как индуистский какой-то монах, да, собирает деньги на школу. Рядом школа. Ну, логично, что это деньги на школу? Логично. Вы даете деньги. А на самом деле это никак не взаимосвязано. То есть там... В Америке там они любили ставить пустые фургоны, и на стоянке этих людей шнур тянулся с микрофона. Мы с радио такого-то. Вы сейчас в прямом эфире. Сколько вы готовы пожертвовать на помощь детям по борьбе с раком? Человек в эфире все называет сумму, дает. А то, что это просто провод там в пустую машину, ну, вы же об этом не знаете. Вот в данной ситуации это же не секта, это же просто мошенничество? Это... Ну, я пример приводил определенного культа, который использует методику для пополнения. Нет, есть... У нас, слава богу, они не прижились в стране. Это культ Дэвида Берга «Семья» по-другому называется. Это культ, построенный на сексуальной эксплуатации. Там просто людей отправляют заниматься проституцией. И если не можешь привести человека к Иисусу, то хотя бы возьми с него деньги. А к Иисусу только через оказание сексуальных услуг. Ну, там даже пошли хуже. Там сексуально насиленность с детьми, там такая очень жуткая секта. Но она до сих пор как бы существует, хотя в нашей стране сильно не представлена. Вот. Но они все эти вещи используют. Пожертвования, придумывают какие-то... Вот, например, «Лайспринг», тренинги личностного роста, так называемые, которые оказывают, им тяжело контролировать своих адептов в перерывах между этими курсами. То есть там может быть две недели перерыв, три, то есть там два дня выходных и дальше перерыв. Как их контролировать? Они придумывают так называемые социальные проекты. Мы там поменяем стекла в какой-нибудь больнице, школе. Для этого нужно там 500 тысяч рублей. Давайте их собирать, там что-то еще. Сколько реально там денег уйдет, ну, как бы отчетности особо нет. И люди видят, что они действительно заняты коллективно, что они делают проекты. Но помимо как бы условного добра визуального, да, который они творят, они не могут выйти из своей группы. Они постоянно под ежедневным контролем. Там у них группы в Вайбере, они пишут там каждый день, что они сделали, отчитываются перед другом, там, чего ты сегодня сделал. Либо они говорят, там, я приведу, там, как говорят, вовлеку, как они говорят, 60 человек или постригусь на усы. Или там проеду в памперсах в общественном транспорте. Или оденусь бомжом или проституткой. То есть такие виды наказания. И люди начинают, им нужно вовлечь 60 человек. Они все сделают. Они кошку свою вовлекут на эти тренинги, лишь бы выполнить эти показатели. И они заняты как раз между одним занятием и другим. А вот в этих тренингах личностного роста человек извлекается из семьи? Вот мы говорили как-то о том, что ему противопоставляются его родные, близкие, что они ему враги. Часто да. Но тут важно понимать, что переносимость психологического вреда у каждого человека индивидуальна. Некоторые могут пройти через эти тренинги. И выглядеть как будто с ними ничего не произошло. То есть психологический вред, это же не перелом. Это не та травма, которая видна взглядом. То есть вы можете столкнуться с этой проблемой в другой форме. То есть вот мы и проводили исследования 10 лет назад. На эти тренинги отправляли коллегу-психолога. Но перед этим мы его полностью тестировали, как называется, батареей тестов, чтобы понять, кем он был до, он ходил на эти тренинги и тестировали его после. И, например, тесты показали клинические изменения в психике. Но у него стало отменяться отношение к матери в негативную сторону. У него это проявилось так. Но тут важно понимать, что не каждый, кто попадет в культ, обязательно разрушит семью, отдаст квартиру. Но психологический вред, скорее всего, будет. И вот в этих психокультах очень часто ставят вопрос так, что члены вашей семьи, жена или муж, тоже должны пройти через это. Если они через это не проходят, значит, они вас не поддерживают. Если они вас не поддерживают, значит, они плохие. А если они еще начинают сопротивляться, то зачем вам вообще такие люди? У меня в практике лично были клиенты, кто разводились. То есть там муж проходил тренинг, и через два месяца он говорит, все, дорогая, ты мне не подходишь. Спасибо, что мы с тобой прожили 10 лет, до свидания. У некоторых была дилемма. Муж ставил вопрос, что ты идешь в культ, либо уходишь из семьи. Мы с ними общались, и они принимали решение идти в культ. Ну, потому что они домохозяйки и не могли работать. И вот это самое страшное, когда ты понимаешь, но ты вынужден идти под влиянием своего близкого на эти занятия. Бывали случаи, когда у них есть так называемые гостевые вечера, когда они приглашают людей. Вы приходите, там все замечательные люди выпадают. Другое дело, что там как делается? Приходит 5-6 человек, а вокруг вас 20 культистов. То есть, естественно, вы разбавлены этой средой, то есть вам с не с кем там особо группироваться, и с вами работают. Есть, например, если уходите от психокультов, там Бостонская церковь Христа, так называемая, тоже известный американский культ. Они вам наставника дают, так называемая система бутыброда, как в некоторых культах делают. Это наставник, который ходит с вами как хвостик. То есть, он вам объясняет, что можно делать, что нельзя. То есть, он... Ходит где? Вот на территории? На территории. Но в некоторых культах делается, когда некоторые культы, например, как мунисты, они привлекают вас к групповому проживанию. На квартирах, что-то еще. А там, значит, он будет ходить с вами, условно говоря, в туалет. Для чего это делать? Чтобы оказывать на вас влияние, чтобы вы принимали модели поведения. Ввели как нужно в культе. И поэтому, когда смотришь на группу культистов, они кажутся все одинаковыми. Как штампу. Конечно, у них одинаковая модель поведения искусственная, то есть регламентированная. И современный человек, который попадает в такие организации, он получает бонус, он получает позитив. Он, наконец-то, весь мир у него в красках. Все его любят, уважают. И он получает результат здесь и сейчас. То есть с небольшими затратами. Ну, деньги? Ну, пожалуйста. Ну, то, что у меня переоцениваешь свой опыт, и что, оказывается, все твои родственники неудачники? Да, пожалуйста. То есть зато ты ощущение, что ты элита, что ты все делаешь правильно, что ты теперь лидер, что ты знаешь. Или там в религиозных, что ты попадешь в райд или еще куда-то. В Нижнем Новгороде, я не помню, в начале 2000-х один культ умудрился продать там больше 2000 билетов на космический корабль. И продавали это не только последователям этого культа, но и горожанам. Как можно купить, спрашивается, билеты на космический корабль, который остановится у Земли и улетит на Альфа-Центавру? Но было. Правильно ли я понял, исходя из нашего сегодняшнего разговора, что у современного человека есть, на самом деле, два внутренних культа, которые крайне сейчас воспеваются, чествуются, пропагандируются. Это культ здоровья, культ здоровой личности, и ради этого здоровья, собственно говоря, иногда люди готовы пойти в секту, или псевдо-медицинские какие-то есть культы, то есть там, где обещают вам здоровье, ты там ходишь из раза в раз, из года в год, и никакого улучшения у тебя не наступает, у тебя, скажем, семейные пары по бесплодию ходят, 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 из года в год ребенок не рождается, продолжают ходить. То есть вот культ здоровья, культ молодости, культ вечно молодого, вечно пьяного, и культ богатства, то есть вот на этом сейчас играют, или я не совсем... Ну, их можно обозначить так, но, например, культ здоровья, на самом деле, это может быть желание быть не таким, как все, выделяться, потому что очень много, если все будут ЗОЖ, то есть... ЗОЖ — это здоровый образ жизни, да. ЗОЖ — это, соответственно, тебе уже невыгодно быть, пойдешь еще кто-то... Многие идут в подобные, как бы, бизнесы, назовем так, становятся их клиентами для того, чтобы выделяться на фоне своих знаний, быть не таким, как все, вот. Ну вот вегетарианство, тема достаточно сейчас распространенная. ЗОЖ — понимаете, есть вегетарианство, есть веганство, да, еще хуже, есть сыроедение, еще-еще хуже. То есть, может быть, само по себе вегетарианство не так плохо, если оно там не начинается с детьми, там, когда там формируется организм, там, ну, то есть во всем должна быть мера. А когда вы попадаете в подобные организации и кардинально меняете свой образ жизни, и есть уже шутки, что люди, которые становятся вегетарианцами, им какой вопрос не задай, они будут говорить о вегетарианстве. То есть, что они начинают распространять, то есть им выгодно, они выделяются, им важно, ага, ты ешь сосиску, ты ешь, значит, мертвых животных, там, фактически ты труп ешь, то есть, и, конечно, это удобно, ты можешь нападать на кого угодно и тыкать его, что он неправильно питается, от этого все его проблемы. Медицинские культы, то же самое со здоровьем, то есть, попытка в элитарность, обладание какой-то тайной, каким-то лечением и гарантированный результат. И вот мы не коснулись еще одной вещи, которую тоже, когда люди, например, слышат, что это секта, вот, они очень удивляются, это так называемые коммерческие культы. Да, ну, здесь важно понять, что система многоуровневого маркетинга, она, как бы, легально, это определенный метод продаж товара, то есть, когда вы становитесь распространителем товара. А мы сейчас можем назвать, или это тоже уже дело подсудное? Ну, это коммерческие марки, да, с деловой репутацией, со всеми проблемами, но, то есть, сам по себе вид распространения подобного товара, это, ну, определенная форма продаж, это и существует в бизнесе, это нормально. Но есть, как бы, подобные коммерческие культы, которые сильно эксплуатируют своих продажников, и они выстраивают свою систему так, что ты начинаешь потреблять эту продукцию, но основной заработок, например, идет не на этом, а на то, что тебе предлагают обучающие курсы, как лучше продавать этот товар. И становится замкнутый, как бы, цикл. Ну, в основном это, я так понимаю, парфюмерия какая-то, косметика, да? Биодобавки, там, ну, некоторые там покупали склады бэушной техники или старых моделей ноутбуков продавали, кто-то продавал джинсы с медной проволокой внутри, там, ну, это, тут люди, которые попадают в коммерческий культ, им не важен результат, им важен процесс. То есть им не важна, не важен заработок. Нет, формально они говорят, что заработок с независимым человеком, я формирую дилерскую сеть, я получаю процент своих продаж, я более успешен, там, что-то еще. Но на самом деле большинству, кто попадает именно в коммерческие культы, им важен процесс. Они не просто там домохозяйка или кто-то еще, а они дилеры, они продают продукт с определенной идеологией, ну, хау, то есть они... А вот с точки зрения психологии, чем опасны вот именно коммерческие культы, то есть почему они... Коммерческие культы, они по сравнению с другими культами, как там псевдорелигиозными или психокультами, менее опасны. То есть у них там нет там своих страшных служб безопасности, они не будут там вас преследовать, они не захватывают целиком все ваше время постоянно. Это больше относится как к казино, да, зависимость от игр. Вы тратите свое время и деньги на занятия с непонятным результатом. А потом вы начинаете это навязывать, если, когда вы попадаете в традиционный какой-то деструктивный культ, вы начинаете с близкими говорить там о духовном спасении там или развитии лидерских качеств. То есть здесь вы начинаете всех близких, съешь таблетку, купи таблетку, купи шампунь. То есть у меня был случай, когда брат привел свою сестру, она попала в коммерческий культ, мы сидим разговариваем, но он не говорил, что я психолог, мы просто такие все... И она говорит, да, я вот спорю там со своим братом, какой шампунь лучше, там, вот, синий или зеленый. Она достает маленький стаканчик при мне, наливает туда шампунь и выпивает его. Я был очень сильно удивлен. Я эту историю часто рассказываю, потому что что должно произойти у вас с головой, что вы спокойно, автоматически, чтобы доказать, что продукт качественный, начинаете пить шампунь. На самом деле психологические изменения, которые происходят с вами, они ничем не отличаются, если вы попадете в какой-то жуткий деструктивный культ. Последствия, может быть, по-другому проявляются, но вы там грызете мыло, пьете шампунь, для того, чтобы кого-то подтолкнуть к покупке этого товара. И на самом деле эти изменения тоже глобальные, которые происходят с вами. Такие вещи пугают. Есть ли еще что-то из современных сект, которые вот сейчас действуют, и которые действительно достаточно опасны для человека? Важно понимать, что они мимикрируют. То есть никогда там есть культы, у которых там десятки фондов, названия, там разные вывески. Они работают под этими вывесками. Там фонд мира, там домохозяйки за мир во всем мире. Ну там разные могут быть названия. И понять, есть сейчас целая мода у некоторых таких организаций, мимикрируют под спортивные организации. Там очень активно развивается организация из «Спарта». То есть которые под видом создания сильных мужчин, все остальное, там продвигает свою идеологию. Другое дело, что многие их к культом не относят, но очень много, ну как много, фиксируются случаи, про них говорят, кто их исследует. Люди попадают в больницы, становятся инвалидами, потому что с вами занимаются физическими нагрузками, люди до этого не подготовлены. Несколько дней назад один из тренеров в 41 год умер прямо во время занятий. То есть такие вещи есть. То есть они мимикрируют, некоторые мимикрируют под исторические, под спортивные секции. И вы туда приходите, там первое время к вам присматривают. Вам никто на первом занятии там не скажет, поздравляю, ты попал к нам в колесницу зеленого дракона, мы на самом деле бессмертные люди. Там несколько занятий проходят, вам присматриваются, и дальше вам начинают, ну, вас вербовать и подталкивать. И важно понимать, что когда начинают говорить, вот эта методика, придуманная каким-то великим гуру, или ноу-хау, последние технологии, ну, маловероятно, что люди там без долгого обучения специализации, там в специализированных там западных, да даже наших каких-то вузах начинают неожиданно вам предлагать такие услуги, ну, скорее всего, это сорватанство, машинство. Вот в очень популярной психологической среде, мы это называем психологическим БАДом, биодобавками, НЛП. То есть вещь, склеенная вообще из ничего, научная, недоказанная. Но это целое направление, учебники. А там НЛП-стом может стать любой. То есть вы проходите энное количество сертификатов, получаете их, фактически покупаете, а потом получаете право выдавать эти сертификаты другим. Это чем отличается от коммерческого культа? Да ничем. Хотя вот в среде очень популярно. В психологической среде сейчас есть расстановки по Хеллингеру. А многие не знают, что это товарищ, который почитал Гитлера и другие вещи с ним связанные. Ну, хотя это не самые страшные вещи, связанные с ним. Спасибо, Михаил Валерьевич. К сожалению, вот и сегодня передача у нас подходит к концу. Много мы не успели обсудить. С вами мы, дорогие друзья, прощаемся. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне сегодня. Храни всех вас Господь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok